Хей-хей! Здорово, народ! Какие дела? С вами Серёга Хелл Е, вы смотрите канал Хелл Плэй. Надеюсь, у вас отличное расположение духа и прекрасное настроение, потому что мы с вами сегодня взглянем, наверное, на неоднозначную игру для прохождения на канале, которая называется Оператор 911. Да, то есть самой службы спасения. Чем будем здесь заниматься? Будем с вами проходить карьеру по разным городам, выполняя разные задания, сталкиваясь с реальными звонками, ну, типа реальными, в службу спасения. Эти звонки будут не только связаны там с какой-то аварией, но в том числе и с убийствами и прочим, прочим, прочим. И мы будем управлять всеми ментами, там, спасателями, и направлять, и делать, и перекрывать дороги. Ну, в общем, будем заниматься всякой такой интересной фигнёй. Вы сразу говорю, напишите мне, понравилось вам наблюдать или нет, и большое спасибо вам за вашу поддержку, лайки и комментарии. Ну, а мы начинаем. За вас. Итак, я в игру ни разу не заходил. Обучение проходить не буду, я жёсткий парень. Мы отправляемся в карьеру и отправляемся в уникальные ситуации. Рекомендуемые для первого прохождения. Каждый звонок принимается только один раз. Поддерживайте хорошую репутацию, проходя все задания в каждом городе. И начнём мы с города Каполей. Это гавайский город, расположенный на острове Оаху, недалеко от Перл-Сити. Город был тщательно спроектирован ещё до начала строительства, что делает его уникальным с точки зрения современного планирования. Название города происходит от вулкана Пу-О-Капо, Э-О-Капулей, и мифичерского существа Капо, богини плодородия. Население, ну прям очень маленькое, 15 186 человек. Поддерживайте положительную репутацию после каждого дежурства в этом городе, чтобы продолжить. А там у нас будут другие города, которые закрыты. Ну, в общем, ребята, начинаем. Ага, выберите уровень сложности. Для тех, кто только начинает свои приключения, меньше происшествий, слабые преступники, обычный уровень сложности, увеличенный штраф к очкам репутации за провал заданий. Для более опытных игроков, желающих испытать себя, больше происшествий и драк, увеличенный штраф за провал задания. Эксперт, не работает игровая пауза, штраф за превышение времени смены, ещё больше происшествий, увеличенный штраф за провал задания. А обучение здесь, если говоря, стоит. Я не знаю, я мог бы вполне сыграть, наверное, и на тяжелый. Как вы смотрите на это? Получится ли у нас? К тому же мы-то играть совсем не умеем. Давайте попробуем. На тяжелый? Почему бы и нет? Используйте наушники или колонки для более глубокого погружения в игру. Используйте наушники или колонки. Прислушайтесь к диалогам и звукам на заднем плане. Вы сможете заниматься решением ситуации более эффективно. Ого! Ого! Вы видали? Нам нужно слушать, что происходит на фоне. Старайтесь сохранять спокойствие. Как общаться с оператором службы спасения? Вкратце опишите ситуацию, только факты. Постарайтесь ответить на все вопросы. Это как будто мы должны туда звонить. Выполняйте команды оператора. Не спорьте с оператором, не вешайте трубку раньше времени. После окончания разговора воздержитесь от звонков. Оператор может связаться с вами вновь. Четыре основных вопроса. Следующий вопрос является основным во время звонка службы спасения. Где и что случилось? Когда это случилось? Продолжается ли? Кто увлечен в происшествии? Возможно ли у кого-нибудь есть оружие? Возможно, есть ли у кого-нибудь оружие? Понятно. Не звоните службу спасения без необходимости. Помните, что номер службы спасения предназначен только для чрезвычайной ситуации. Когда вы набираете 911, чтобы сообщить о неэкстренной ситуации или чтобы задать неуместный вопрос, вы занимаете линию и мешаете дозвониться тем, кому это действительно необходимо. Не звоните службу спасения с просьбой выстроить маршрут вашей поездки с жалобами на работу госслужащих или ради того, чтобы узнать, работает ли ваш телефон. Беспричинный звонок службы спасения может обернуться серьезными юридическими последствиями. Не бойтесь звонить службу спасения. Если у вас жопа, звоните. Первая помощь сильное кровотечение. Найдите что-нибудь, что можно использовать для перевязки раны. Зажмите рану, как можно скорее наберите 911. Это что, зачем нам это пишет, я не понимаю? Ожидая прибытия бригады. Первая помощь переломы. Звоните, если... Да понятно. Симптомы инфаркта. Извините, я слишком молд. Первый. Как это инсульт? Боже мой, да что? Что? Что такое? Действие при рогане. Я понял. Да хватит. Не, это же не может быть обучение игры. Что это? Ёб твою мать, блять. Продолжить нахер. Оператор, похоже, это ваше первое дежурство. Приступим к обучению? Конечно, приступим к угл-переводчику. У нас справа есть биржа-магазин. Смотрите. Тут всякое можно. И сотрудников нанимать, и снаряжение, и технику. Давайте приступим. Основная задача управлять подразделениями. Полицейские синие, медики в белые, пожарные и красные. Здесь вы можете преобразовывать ваше подразделение, нанимая сотрудников, покупая технику и снаряжение, а также смотреть отчетную сводку. Также это место, где ваш прогресс сохраняется автоматически. А теперь перейдем к развертыванию. Ну давайте. Начать развертывание, да. Теперь вы можете развестить подразделения в различных районах города, щелкните по КМ, чтобы выбрать отряд. Щелкните по КМ, чтобы отправить его в любой район города. Ну, допустим, слушаю. Так, отлично. Это что вообще? Это пожарные, это медики, это менты, правильно? Ну да, здесь видите еще значки. Это, если это возможно, отряд отыщет дорогу. Ага, они могут и сюда. Да, понятно. У нас, наверное, там... Ладно. Не забывайте о больницах, полицейских участках и пожарных частях, поскольку вашим отрядам необходимо там возвращаться. Чтобы отобразить или скрыть участки, нужно нажимать пробел. Пробел, к сожалению... Не знаю, пробел... А, может быть, надо ОК нажать? Так, теперь разместите ваше подразделение по всему городу. Возможно, вы захотите приблизить или удалить карту, для этого используйте кольцо мыши или плюс-минус. Когда будете готовы, нажмите... Да, а... Так, это, конечно, здорово, но у нас в происшествии отряда... Пробел я нажимаю и... А теперь дождемся происшествия. А вот и оно. Нажмите новое происшествие, чтобы получить сводку. Так. Выберите отряд полиции, синий, отправьте его на место происшествия. Ага, нам помечают, к чему это относится. Громкая вечеринка. Вечеринка по соседству стала слишком громкой, похоже, там есть наркотики! Требуется мешать от полиции! Шесть подозреваемых, школьники! Сейчас пойдем школьников хуярить, да? Ожидание. Так, вот здесь. Ну так я не хочу. Ожидание. Что? А, ее уже направить ментом, что ли? Вперед! Замечательно. Теперь отправимся к месту происшествия и сделаем все возможное. Вперед! Ожидание. То есть теперь они... А, идет ожидание, понятно. Реагировать, кстати говоря, надо быстро. И вопрос, как нам паузу включать? Нам включать паузу хот-кейм-то можно как-нибудь узнать бы? Ого, кстати говоря, смотрите на обычную скорость, как это медленно работает. Давайте, давайте ускорим. Так, едут менты. Слева у нас также написано деньги, репутация. Вот, и эффективность. Так, давайте попробуем пробел нажать. А, пробел, и мы нажимаем, они, они, он возвращается, да? Или... А, вот они, понятно. Все, вот они, как отмечаются, госпиталь, там, и все такое. Так, по приезду отряда становится доступна оперативная сводка. Ваши сотрудники находятся слева, в то время как лица, увлеченные в происшествие, справа. Так, наведите курсор на любого человека, чтобы получить дополнительную информацию. Во-первых, смотрите, у некоторых деньги есть, они что, предлагают откупиться? Ситуация разрешается, разрешается, подозреваемый, подозреваемый. Ну, это школьники обычные какие-то, хотя вот эти ребята мне не нравятся. Кто это? Что это за Конор Джексон, блядь, и Христиан Флоп? О, мне не нравятся эти лица, эти какие-то обычные, хотя вот тут тоже подозрительный парень. Так, ну ладно, пусть они там разрешаются, хорошо. Сотрудники решают проблему самостоятельно. Тем не менее, вы сами можете указывать цель для сотрудников, выбрав его, затем щелкнуть ЛКМ. Чтобы проблема была разрешена, требуется присутствие как минимум одного отряда. У вас сходящий звонок. Да, прием. 911, что у вас случилось? Добрый вечер, мне нужна помощь. Глупая ситуация. Как вас зовут, сэр? Джейкоб Копус. Выберите вариант ответа и щелкните по нему, что вы продолжите разговор. Как правило, сперва вы должны узнать адрес, если он не был назван. Для завершения разговора время замедляется. Здорово. А где вы? Откуда вы звоните? Я близи Коллили Стрит 197. Почему вы звоните в 911? Мой кот забрался на дерево и не хочет спускаться. Сейчас такая темень. Вы можете прислать пожарных? А там и вправду кот, вы слышите? Ну, там кот мучит. Ну так вы и можете мне помочь? Нет, я не могу. Прошу прощения, сэр. В данный момент мы не можем вам помочь. Итак. Некстренная ситуация. В вашем случае жизни ничто не угрожает. Прямо сейчас мы не можем вам помочь. Спасибо, звонок окончен. А теперь решите, кого отправить на место происшествия. Да никого не хочу! Также вы можете и проигнорировать происшествие, и после этого ваше вмешательство не потребуется. Счеткните по адресу, чтобы перевести камеру в происшествии, если не можете найти. Так, по адресу. Ну ладно, блин, у меня жалко котика. Хер с ним. Охранять общественный порядок и оберегать людей, чтобы заработать хорошую репутацию. Ой! Ну шо поделаешь, котики! Кстати, стоп, алло. Машина-то, блядь, чё? Мы едем? Нет? Приём, нахуй. Приём! Понятно, едет. Хорошо. А, две машины. Не-не, две нам не нужно. Новое происшествие. Так, требуется вмешательство полиции поджимаем один. Был зафиксирован проезд на красный свет. Так, у нас здесь есть сотрудники полиции. Займёмся ими. Вперёд. Так, здесь отправляем одну назад. Ну что, ребята, вроде выглядит неплохо, да? Даже интересненько, так, интересненько. Так, ну чё мы разрешили... Через семь... Через семь секунд, что ли? Чё так долго-то, блядь? Шесть. Ой, как они долго будут разбираться с ними, пипец. Так, они будут долго с этим разбираться, боже мой. Просто жесть. Так, пожарный едет спасать котика. Давайте вот так вот сделаем. А здесь нас перекрывают... Он куда поедет? Он сюда. Ну всё, ему жопа, короче. Ему жопа. Так, отправить всех. Да, ожидания. Сказали, что не приедем, а сами приедем. Так, тут у нас что? Понятно, петушка этого мы сейчас тут разберём. Замечательно. Замечательно. У нас 11 тысяч, видимо мы из-за выполнения заданий получаем всякие плюшки в виде денег и прочего. Так, что у нас здесь? 9-1-1, что у вас случилось? Здравствуйте, мне помощь нужна, она горит! Где вы? Мэм, где вы находитесь? Я неподалёку от Лохи-Стрит 247, прошу прощения, Мэм, что именно горит? Горит она, пришли пожарную команду, прошу вас! Успокойтесь. Хорошо, Мэм, пожалуйста, успокойтесь, что именно горит? Да моя машина из-под капота идёт дым, пришлите пожарных! Господи, покиньте автомобиль. Кто-нибудь пострадал? Я отправлю... Покиньте автомобиль. Вы должны выйти из машины, пожалуйста, делайте это как можно осторожнее. Хорошо. Кто не пострадал? Кто-нибудь пострадал? Нет, никто. Пришлёте вы уже помощь или нет? Я отправлю пожарных на это? Я отправлю пожарных. Хорошо, я отправлю вам пожарных. Буду ждать, хорошо. Так, давайте. Это правда не хорошая трата ресурсов, как мне кажется. Не-не-не-не-не, сорян. Машину оставили на дороге, она мешает проезду. Э-э-э, требуется пожарная помощь, технические работы. Хорошо, мы едем. Мы едем, мы едем. Так, здесь у нас сняли, да? Пожарные отправляются сюда. Кошечку спасли, судя по всему, да? Две ситуации разрешено у нас пока что. Там тоже разрешили. Здесь всё нормально, да? Да что? Разрешена? 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 Ага, ещё от последнего петушка они тут обрабатывают. Так, что у нас здесь? Был зафиксирован проезд на красный свет. Э-э-э, требуется мешать этого полиции. На красный свет? Это серьёзное говно. Так, вперёд, понял. Полиция выезжает. Полиция выезжает, вперёд. Сейчас мы с этим чуваком разберёмся. Мы играем, кстати, на сложном, я напоминаю. Пока вроде бы справляемся. Так, в пожарную часть возвращается. Так, медики у нас стоят, всё нормально. Ну всё, ему готово, всё, ему задница, да? Хорошо. Но пока ничего серьёзного, не убийства, да? Ничего такого. Мы, конечно, стараемся всем помочь. Так, что у нас здесь? Новое происшествие. Смотрите, смешанное. Менты и медики. Медпомощь, пострадавший один, требуется мешать с полицией, поднимаем и один. Так, понял вас, понял. Полиция, отряд выезжает. Скорая выезжает, ожидайте. Правда, скорая приедет впервые. 911, что у вас случилось? Здравствуйте, я хотела бы заказать большую папиронию с двойным сыром. Пожалуйста, на Peppeline Street 166. Простите? Повесить... Вы ошиблись с номером. Извините, но вы ошиблись с номером. Да, я знаю. А ещё две баночки газировки. А-а-а... Пожалуйста, хватит шутить. Вы занимаете экстренную линию. Звонок закончить. Сейчас эти, блядь, нахуй... А ну-ка, блядь! Проверьте-ка там, твою мать, менты. Сейчас мы, блядь, пошутим ей, сука, папирония. Двойная папирония с колбасками сейчас залетит в жопу от ментов. Человек найден лежащим без сознания. Причина неизвестная, требуется медпомощь. Ожидайте медпомощь. А, знаете, слушаю. Пожалуйста, окажите медпомощь. Наверху парень без сознания. Давайте посмотрим, что здесь сейчас произойдет, а? Ха-ха-ха-ха! Ебать, блядь, да вы ебывались! Ха-ха-ха, это вообще... Твою мать, у нее это, походу, ПМС. Владелец кота сообщил, что его питомец не в состоянии сам слизь дерева. Требуется пожарная помощь и технические работы. Ну давайте, ладно, поможем. Ну, поехали, поехали. Поехали, хорошо. Пожарная выслана. Что? А, здесь требуется медицинская помощь? Твою мать! Что у нее там? Испуганная женщина, абонент. Медицинская помощь выезжает уже. Держитесь. Держитесь, медпомощь едет. Твою мать, какой трэш. Так, скорая едет. Сюда. Что у нас здесь? Был проезд на красный, был зафиксирован. Понятно. Перекрыть движение срочно просто. Херачим его, мужики. Так, а почему у нас пожарный? Надо пожарных вернуть в часть. Пожарных возвращаем в часть. Так, сейчас полиция, это, эти у нас приедут, ребята. Так, 911, что у вас случилось? Помогите! Не могу дышать, я застрял под машиной! А, адрес. Сэр, сохраните спокойствие, где вы? Твою мать! Прикиньте! А, так, стоп, это то, что мы сейчас нашли, да? Мешать, вечеринка по соседству стала слишком громкой. А, у нас есть один отряд здесь как раз-таки. Так, возвращаемся сюда. Так, а эти что? Ожидание. Понятно. Это, кстати говоря, большой автомобиль, видите? Большой, а у этого два места, а у этого четыре. Это вообще какой-то странный автомобиль. Так, что такое? А, вот, где вы? Под машиной, блядь, под машиной застрял. А, нам нужны кто сюда? А, нужны медики, нужны пожарные, и нужна полиция. Наверное, отправить всех эта кнопка. Вечеринка по соседству стала слишком громкой. Да в чем проблема отправиться сюда, вперед? Репутация 15. Интересно, сколько нам надо репутации заработать-то, чтобы все было в порядке? Так, там у нас все нормально? Деньги какие-то. Понятно. Так, что тут? Требуется медпомощь еще, да. У нас там медики едут, все нормально. Так, пьяный водитель попал в ДТП. Господи, медпомощь еще, да, нужно, окей, ожидать. Отправляем медпомощь. Твою мать, у нас нет сотрудников полиции, свободных. К сожалению. 911, что у вас случилось? Если вы не можете говорить, нажмите, пожалуйста, любую цифру на вашем телефоне. Алло, есть кто-нибудь? Дорога. Алло, сэр, здравствуйте, с вашего телефона поступил вызов от 911. У вас что-то произошло? О, прошу прощения, это мой телефон. Видимо, случайно набрал ваш номер. Сэр, у вас чрезвычайная ситуация? Нет. Хорошо, заблокируйте, пожалуйста, телефон и убедитесь, что вы случайно повторно не наберете 911. Таким образом, вы не будете занимать линию для важных звонков. Конечно, извините. Очень странная херня. Очень странная херня, прям пипец. Так, здесь, так, полиция у нас едет. Сюда отправляем медиков, пострадавшие. Так, здесь у нас что, полиция, да? Давай, быстро сюда. Сотрудники полиции, быстро просто, метнулись кабанчиком. Так, вот здесь странная херня. Я предлагаю, мне не нравится то, что там происходит, а вам? Нам нужно сюда, нам нужно сюда отправить сотрудников правоохранительных органов, я считаю. Так, что у нас здесь? Арестовывают, блядь, еще очень долго. Обнаружили ДПС с участием пьяного водителя. Что у них там? Вот здесь, здесь я бы... Нет, надо, надо... Отлично, я тебе разрешили. Вперед, сюда. Так, и возможно, это кто-то позвонил из жертвы, может быть, там убийства или что-то такое. Я предлагаю еще сбросить туда медиков. Предлагаю еще сбросить туда медиков. Так, а где у нас эта хрень-то, которая позволяет нам, ну, все покупать и так далее? Это мы можем только между миссией, да, делать или что? Так, они ему помогают, отлично. Так, что там? Ничего, просто исчезло, да? Ясно. Надо было, наверное, ментов сначала послать. Так, отправляем на базу. Сюда. Хотя отправлять их не обязательно, как я понимаю. Они сами туда приезжают, если им есть кого везти. Вот в чем дело, да? Да, вот в чем дело. Они сами возвращаются. То есть нам не обязательно этого делать. Так, здесь еще происходит там всякое говно. На месте диалог. Ну-ка, если я нажму на эту штуку? Нет. Нет, пока ничего. Кромкая вечеринка, да, у нас все решается. Не, странно, мы же должны покупать что-то... Нет, отмена. Мы же должны что-то покупать. Ну, видимо, нет. Да, видимо, пока не можем ничего покупать. Так, сводка по смене. Дело решено 17, в тюрьме 2, получили штраф 20, госпитализировано 4, погибло 0. Влевылечина получила помощь 6, репутация 22, эффективно 76%. Базовый доход 5 тысяч, премия 22, штрафы 13,350, зарплаты минус... Зарплаты минус 5 тысяч. А, ну да, зарплаты, типа, за этих обслуживание, общая прибыль, отлично. Оплата сверхурочных, минус 5 с лишним. Да, потому что мы не успели все решить сразу же. Так, не мой телефон не решено, у нас минус 2. Мы должны были туда послать полицию, а я послал медиков. Я просто думал, что это будет все, ну, как-то решаться. Код на дерево, к сожалению, я тоже проигнорировал, надо было решить. Ага, вот, и вот здесь можем покупать. Так, технический автомобиль. Итак, у нас есть автомобиль. Это новый отряд, например. А, мы жмем, типа, новый отряд. Но мы будем, типа, за это платить, чтобы вы понимали. Для того, чтобы этим транспортным средством управляли, нам, соответственно, с вами нужно еще и нанимать людей. У нас есть, как говорят, сотрудники. Но нам они особо не нужны дополнительно. Да, можно, конечно, загрузить автомобиль большим количеством людей. Возможно, можно вот такую сделать. Большой фургон, да, ментовской. Вдруг что-то серьезное будет. И, ну, не знаю, медиков пока, наверное, так оставим. Это нормально. Они вроде справляются. У них, кстати говоря, видите, своя квалификация есть, да? Вождение, вождение 72. Вот тут такие кучи вот этих вот. Зарплата 400, зарплата 300. Можем поменять медика, сделать более квалифицированный отряд. Касательно автомобиля, я вот не знаю, в водителе еще один отряд пожарных. Хотя вот на самом деле надо. Чтобы было по три всего, да? Тогда нам нужны сотрудники. Нам нужно нанять сотрудников пожарных. Мы наймем, естественно, квалифицированных. Мы не будем экономить. Это явно будет влиять не только, конечно, на их зарплату, но еще и на скорость решения вопроса. Вообще пожарные бригады, конечно, из двух человек. Это такое себе. Ну да ладно. Так, технику у нас. Что здесь есть? По технике. На, велосипеды у нас есть. Два экипажа. 75 тысяч долларов техника. А, так, нет, подождите. А, да, сверху ценник. Окей, 20. Понятно. У нас сколько денег? Где они написаны? Ага, внизу. Ну, техника там не нужна. Снаряжение, на самом деле, я думаю, что пригодилось бы. На снаряжение обязательно нужно. Так, аптечка ускоряет процесс заживания раны. Может быть использована любым сотрудникам универсальное снаряжение. Я предлагаю снарядить наших ребят. Вы можете купить бронежилет за полторы тысячи? Так, а там нет чего-нибудь другого еще? Нет. Хорошо, я предлагаю купить бронежилет за полторы тысячи. Стоп, а это что такое робот-сапер? Специализированный робот способен выдержать опасные объекты, не подвергая опасности офицера. Так, а почему у них только по два слота? Ну, давайте тогда сделаем так. Бронежилет способен выдержать попадание из огнестрельного оружия и улучшать защиту для офицера во время перестрелок. Универсальное снаряжение. Давайте обязательно снарядим бронежилетами наших сотрудников. Это прям пипец какая важная штука. Ребята жопу рвут. Вот, и... Ну, у нас такая хрень. А потом предлагаю вот этому, возможно, вот этому парню. Мы, может быть, купим робота-сапера. Правда, нам пока это не нужно было. Давайте купим обязательно табельное оружие ему и, конечно же, бронежилет. Потом медики. Что у нас с медиками надо делать? Аптичка, она ускоряет заживление ран. Тейзер. Используй для того, чтобы обезберить нападающего ненасеемо тяжелых повреждений. Так, дробовик. Ого. Даже не знаю. Дефибриллятор. Этот прибор как никогда необходим в случае, когда человек находится между жизнью и смертью. Я предлагаю взять... Сюда аптечки. Аптечки, вот. Чтобы хотя бы у каждого отряда было по аптечке. У каждого отряда было по аптечке. И предлагаю еще купить им дефибриллятор. Да, и пока, наверное, все. Давайте вот сюда дефибриллятор. И вот сюда дефибриллятор. Хотя, наверное, лучше вот ей дать. Пусть вот так вот будет. Пока что. Так. Да, полицейская собака нужна бы. Огнеупорная. Но это, конечно, все тоже нужно. С 24 доллара всего лишь. Вперед. Ну что, ребят, по-моему, классно, да, выглядит? Просто офигеть. Очень интересно. Понеслась дальше. Пожалуйста, ожидайте. Мы все еще в каполе или как там ее? Так, начать дежурство. Ну, я думаю, понеслось, да? Чего? Слушай, пока все нормально. Пока все нормально. Столько происшествий, а город такой маленький. Пипец, сколько там, 15 тысяч будет, да? Так. Группа людей выпивает в общественном месте. Ой, ну мы туда отправим легковуху. Давай. Ожидайте. Четыре подозреваемых. У нас ребята разберутся вообще без проблем с этим. Просто пьянчуйки какие-то. Ничего особенного. 911, что у вас случилось? Здравствуйте, я слышу громкий шум из соседней квартиры. Он мешает моим детям, они не могут уснуть. Можете что-нибудь сделать? Там правда дети. Адрес? Не могли бы вы назвать свой адрес? Я живу на Каньон Стрит, 212, квартира 6. Что происходит? Вы можете... Вы знаете, что происходит в квартире вашей части? По-моему, какая-то вечеринка. Слышу много голосов и громкую музыку. Вы в опасности? Вы считаете, что находитесь в опасности? Нет, но у меня дети заснуть не могут. До света музыки. Я слышу каждое слово. Играющие из их песни. Я отправлю в полицию. Я отправлю его к вам полицейских, они успокоят ваших соседей. Спасибо, я буду ждать в квартире. До свидания. Так, что случилось? Требуется мне помощь, человек упал и получил перелом. У нас здесь рядом как раз есть. Надеюсь, одного отряда там будет достаточно. Обнаружен перелом. Обнаружен перелом, он тоже, он говорит. Так, надеюсь, ничего особенного, да? Понятно. Ситуация разрешается. Понятно. Долг, конечно, разрешается, из-за того, что у нас сотрудников мало в автомобиле. Надо бы и штат увеличить, я думаю. Так, требуется мне помощь, посторожнее. Ранение с острым предметом, массивная кровопотеря. Срочно. Срочно выезжаем. Так, я думаю, мы сюда расположим вторую скорую. Чтобы поближе, если что, ехать. Так, мы 2000 заработали, у нас ситуация одна разрешена. Так, что такое? У беременной женщины переждевременно начались роды. Ёп твою мать. Едем. Готово, всё в порядке. Всё контролируем. Так, здесь ещё решается. Блин, очень долго. Конечно, когда... Такая хрень происходит, то очень долго. 911, что у вас случилось? Здравствуйте. У меня очень сильно болит живот. Какой у вас адрес, сэр? Камухана стрит, 152. Как давно вы чувствуете боль в животе? Я плохо себя чувствую с самого утра, но, скажем, сейчас становится немного хуже. Чувствуете боль ещё где-либо? Нет, ничего. Ничего, кроме боли в животе. Эм... Хорошо, я отправлю к вам в скорую. Спасибо, спасибо огромное. Буду ждать. До свидания. Окей, ну я думаю, что там ничего серьёзного, но... Требуется пожарная помощь. Владелец кота сообщил, что его питомец не в состоянии сам слезть с дерева. Да хип твою мать, что с этими котами не так в этом городе? Что не так? С этими котами? Просто не могу, блин, а. Так, 3000 заработали, репутация у нас уже 5, эффективность 100% пока что. Мы закончили. Красавчики, что такое? Ситуация зашила. Ясно, всё замечательно. Требуется медпомощь, человек найден лежащим без сознания, причины неизвестны. У нас как раз здесь рядом скорая. Прям совсем рядом скорая была, замечательно. Возвращаем в больницу. Отлично, всё хорошо, всё замечательно. Так, здесь чувака сейчас тоже заберут с собой. Не зря мы на самом деле взяли аптечку, дефибриллятор и прочее. Надо будет повысить эффективность наших, конечно, ребят. Требуется мешатьству полиции вперёд. Вперёд, вперёд. А, давайте, давайте вот так вот сделаем. Кто этого петушка первый возьмёт? А чё он сделал там, превышение скорости, да? Хорошо. 9-1-1, что у вас случилось? Добрый вечер, с моей дочерью что-то происходит. Она вопит, ломает, что... Не попать её, не остановить. А, где вы живёте? Мы живём на Лоахайн-стрит 140. Что случилось? Что случилось? Я никак не могу с ней совладать, она дёргает меня за волос, и мы с ней почти одного роста. Сколько ей лет? Сколько ей лет? 14. Нам... Так что вы хотите, чтобы мы приехали и застрелили её? Извините, что вы сказали? Ну, простите, мэм, это был сарказм. Это никуда не годится. Учтите, что я подам на вас жалбу. До свидания. Твою мать, блядь, просто тупая шлюха. Звонит в 9-1-1 и собирается на жалбу, блядь, подавать, мразь. Давайте ментов отправим к ней. Хотя это вообще нихуя не экстренное дерьмо. Просто пипец, какие же люди ебанутые некоторые. Потеря сознания. Человек упал в обморок, причина неизвестная. Рядом скорая, замечательно, забираем его. Надеюсь, матери там ебало сломают сейчас. Пипец, блядь. Какой пипец, вы приехали разбираться с ними. В полном амбудировании, чтобы нас за косички не дёргали, блядь. Обнаружена потеря сознания. Всё нормально. Мы закончили. Молодцы. Требуется пожарная помощь, поступило сообщение по отжоге мусора. Давай. Ого, полиция может, по-моему, тушить это дерьмо. Мне что там, пожарные едут, как бы? Они, кстати говоря, сами начали решать этот вопрос. Какие же хорошие полицейские у нас. Этот парень очень доволен своей службой. Меткость 97 у него. 911, что у вас случилось? Здрасте. Тут машина странная припаркована. Можете проверить? Где припаркован автомобиль? На запрещенной территории. Сэр, не могли бы вы назвать точный адрес места, где припаркован автомобиль? Лахер-Стрей 204. Отправляю полицию, а там решат, стоит ли буксировать от вами или нет. Спасибо, до свидания. Давай. Так, поставим медпомощь. Произошел эпилептический припадок, необходима медицинская помощь. Прямо рядом с нами. Прямо рядом с нами. Так, ситуация завершается. Хорошо. Неужели мы на это все должны реагировать? Наверняка на многие из них нет. Проникновение в жилище. Подозреваемые проникли в дом, вероятно, с враждебными намерениями. Где будет смешательство полиции, подозреваемых два, возможно, вооруженные. Так, отправляем туда большой УАЗик и скорую. Понеслось, 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 вооруженная. Сейчас наши пацаны там, блядь, начпокают их. Сейчас начпокают. Давайте, давайте, ребята. Там целый УАЗик едет вооруженных мужиков агрессивных. Сейчас вам там люля-кебаб навешают. Это первый, по-моему, такой серьезный, да, прямо? Требуется мне помощь, постаравшая травма ноги. Человек повредил ногу, упав с лестницы. Отправим вот эту. Далеко, конечно, будет ехать, но... Так, их арестовывают. Да, и в одного... Один здесь ранен. Сейчас скорая приедет. 9-1-1, что у вас случилось? Алло, у вас здесь какие-то парни дерутся, вы можете что-нибудь с этим сделать? Эээ... Кто-нибудь ранен? Не думаю, они только начали, пока что кричат толкают друг друга. Ну а где, блядь? Эээ... Эээ... Оружие? Вы видели у них оружие? Нет, не видела. Эээ... Я сейчас же отправил вам отряды. Спасибо. До свидания. А где, блядь? Понимаете, три. Группа людей выпивает в общественном месте. Блядь, она не сказала, где ее, потому что тупая жопа нахуй. Да, пошла нахер. Просто пошла нахер. Ого! У нас там были проблемы. Вообще-то. Так, тогда мы этого отправим, а этого оставим тут. А, вот! А прям отряды свидания. Да, вот-вот-вот-вот-вот-вот же она. Понеслась. Так, здесь все нормально. У нас там полицейский раненый, пипец. Надеюсь, его вылечат. Не хотелось бы, чтобы он умирал. Нас, это говорят, сверхурочные идут. Так, эти-эти сейчас доставят подозреваемых. Ну и мало денег так-то заработали, вот, ну, таким образом. А по-нашу штрафа 500. Так, надо будет подмогу потом отправить еще. Так эти сделали, да? Ого! Чего? Ёб твою мать! Подкрепление срочно! Ебануться! Там перестрелка была. Все, их арестовывают уже. Ёб твою мать, оружие достали. Мудачье. Блин, а у этого-то что у него? Смотрите, у него кровотечение. Он вообще собирается лечиться-то нахер, а? И он собирается умирать. Так, быстренько все делаете. Так, что у нас? У нас все решено, абсолютно все. Разбуянившаяся дочь нам плюс 0 дала. Кот на дереве тоже плюс 0. Употребление алкоголя в 6 на месте плюс 0. Но, например, кота мы-то не снали, нам дали минус за это. Члены отряда. С одной-нибудь был повышен, с одной-нибудь был ранен. А, вот какой статус, да? Он ранен. А это был повышен. Класс. Так, общая прибыль 30493. Хорошо. А, что, дальше? Вам доступен следующий город. Нажмите ОК, чтобы продолжить. Первая помощь в бессознательном. Да-да-да-да-да-да. Замечательно вообще. Итак, ребята, мы с вами прошли Кополей, получается. И следующий у нас будет Альбукерка. А вы напишите вообще, как вам, понравилось или нет. Вот такой вот у нас третий ролик на сегодня. В общем-то, жду ваши комментарии. С вами был Серега Халгейн. Не забывайте подписываться на канал, писать комментарии. Также подписываться на группу ВКонтакте и мой канал на Твиче. Приходите туда, там у нас периодично прямые трансляции. Разговариваем, болтаем, смотрим видосики. Ссылка в описании под видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok